И по итогам сегодняшней встречи, я уверен, также будет что вспомнить. Сегодня Аргентина сыграет против сборной Франции. Вызов в национальную команду – важное событие для любого футболиста. И сегодня у игроков будет отличный шанс проявить себя. Надеюсь, игроки считают так же и не подведут наши ожидания. Очень хочется, чтобы игра получилась интересной. Субтитры создавал DimaTorzok Аргентина сегодня играет в таком составе. Команда изо всех сил будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется не сладко. С момента возведения монументали крупнейшего стадиона Аргентины вместимостью более 66 тысяч человек, подавляющее большинство игр национальной сборной проводится именно здесь. Да, включая матчи триумфального для сборной чемпионата мира 1978 года, в том числе и финал против голландцев. Вырвать победу Аргентине удалось лишь в дополнительное время. В итоге 3-1 и кубок достался хозяйке турнира. 8 лет спустя они повторят это достижение уже вне стен монументаля. Свисток, поехали. Аргентина начинает с центра поля. Неудачно распорядился игрок мячом и соперник не применул этим воспользоваться. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Нужен навес. Фукба навешивает. Хорошая была ситуация, вот только навес этот. Можно забивать. Но нет, нет гола тут. И как же должно быть сейчас обидно. Отличный момент он упускает, чтобы вывести команду вперед. За такую грубую игру можно и желтую получить. Горчичник получает очень важный игрок команды. Да, и теперь тренеру стоит хорошо подумать. Либо оставить его на поле с риском удаления, либо все-таки сделать замену. Нголо Камте. Франция в атаке. Бабе! Ласто как пробил. Зряче. Неудобная была позиция для удара, но мяч немного до створа не долетел. Эвер Банега. Лионель Месси. Ло Чельсо. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Защита первая на мяче. Вынос. Антуан Гризман. Мбабе. Гризман. Можно провести контратаку. Нельзя мяч давать обрабатывать. Может быть опасно. Спасает команду галкипер. С очень хорошей позиции удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. С очень хорошей позиции удар наносился. Подает Гризман. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Сергио Агуэра. Мяч перешел к другой команде. Мбабе. Нголо Канте. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Очень здорово пробил игрок. Весь вложился в этот удар, как из пушки. И ни единого шанса не было у голкипера, чтобы спасти свою команду. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Французы смогли выйти вперед, а игра у нас продолжается. Агуэра. Банега. Мбабе. Антуан Гризман. Французы атакуют флангом и можно убежать в свободную зону. Не рассчитал силы и навес всех в штрафной перелетает. Будет навес. Сборная Франция подает угловой. Подает Гризман. Рафаэль Варан. Для вратаря такие удары. Разминка. Серхио Агуэра. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Французы атакуют флангом и можно убежать в свободную зону. Хорошо мяч перехватили в атаке. Наносит удар игрок. Серхио Агуэра. Таких одаренных нападающих, как Агуэра, в мировом футболе немного. Тут и атлетизм. Мбабе. Вратарь в прыжке. Забрал мяч намертво. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Оливье Жироу. Промахивается игрок. Ну что, на сегодня все шансы свои использовал? Нет, но сейчас промахнулся, потом забьет, если, конечно, ему оборона позволит. Серхио Агуэра. Ло Чельсо. Серхио Агуэра. Можно долго спорить, какой нападающий лучше. Тот, что очень результативен или тот, что выстреливает в нужный момент. Когда речь идет о Серхио Агуэра, эти споры лишены смысла. Ведь он забивает регулярно. Удар! Вратарь забирает мяч. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Примассированная оборона всегда легче и правильнее атаковать флангами. Матюди. Эрнандес. В атаку идут французы. Можно сделать навес. И на дальний летит мяч. Выбивает мяч игрок. Оливье Жирова. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Дубль записывает он над свой счет этим голом. Молодец. Чет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Серхио Агуэро. Эвер Банега. Защита надежно играет. Гризман. Нголо Канте. Семель Юмтити. Эрнандес. Агуэро. Эвер Банега. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Эрнандес. Ольп Погба. Антуан Гризман. Мяч переквачен. Плохо сыгран. Какой удар! Отлично игрок заблокировал этот удар. Судья решил добавить 3 минуты. Ди Мария. Штрафной в пользу Аргентин. Эвер Банега. Активная оборона, это явно не про них. Они ждут, когда соперник начнет сам что-то предпринимать. Оставляет мяч для навеса. Натащил один удар, но может быть и второй. Итак, первые 45 минут товарищ. Все готово к началу второго тайма. Сборная Франции начинает. Рафаэль Варан. Ольп Погба. Хороший владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Хорошо мяч перехватили в атаке. Очень хорошо в обороне сыграно. Агуэро. Этого игрока часто сравнивают со знаменитым Ромарио. Есть у Агуэро тот самый инстинкт убить. Нужно забивать. Латарь спасает, но эпизод еще не окончен. Эвер Банега. Николас Тольяфик. Агуэро. Ло Чельсо. В первые 45 минут у него на поле получалось почти все. Команда пока выигрывает. На его счету два забитых мяча. Он близок к Хетрику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Димария. Агуэро. Очередной точный пас в его исполнении. Димария. Тонкий дриблинг ему удается изящный, как и вся его игра. Угловой в пользу сборной Аргентины. Потеря. Все в оборону. Мбаппе. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру. Ну хотя бы немножко. Очередной точной. Простой. Продолжение следует... Продолжение следует... Не прошел этот пас. Мяч у соперника. Пошли последние полчаса игры. Серхио Агуэ. Потери и у соперника. Антуан Гризман. Коль Погба. Оливье Жиру. Антуан Гризман. Мбапе. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Поль Погба. Оливье Жиру. И промазал. А могу уже хит-трик оформить. Но парень-то он настырный. Сдается мне. Мы еще увидим его сегодня в деле. И гуаин. Мяч потерян. Отличный перехват. И штрафной в пользу сборной Франции. Он провел отличный матч. И теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да. Этот парень из тех, кто может решить исход встречи. Французы атакуют флангом. И можно убежать в свободную зону. Бапе. Удар. Точно. Перес. От Аменьги. Плохо сыграно. Мяч потерян. Пас на ход. Может быть интересно. Агуэров. Мбапе. Грубо в отбор играет он. Желтая будет. Нарушение со стороны аргентинца. Тянет на карточку. Да. И в руках арбитра появляется желтая карточка. Стой, 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 стой. Все. Ушел мяч за пределы поля. Удар от ворот. Маркос Рохан. Не точно следует передача и команда теряет мяч. По атаку идут французы. Ольп Погба. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Ольп Погба. Фекир. И он забивает. И вот разрыв увеличивается. А оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются. И, наверное, надо их применять прямо здесь и сейчас. Одна команда сегодня на поле. Хорошая игра в отборе, но мяч пока не чешет. А если вторая желтая, то это удаление. Вторую желтую получает игрок и покидает поле. Очень грубо, очень грязно он сыграл. Совсем не по футболе. Полегче. Это на красную тянет. Удаление у сборной Аргентины будет. Судья достает красную карточку. И южноамериканцы остаются в меньшинстве. Мбаппе. Мбаппе. Баран. Мбаппе. Мбаппе. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Ох, как же не часто встречаешь такие тихие домашние трибуны. Ну, а кому понравится, что твою команду вот так вот возят на родном стадионе? Отсюда, наверное, и тишина. Аут в пользу Франции. На бельфики. Кимпембе. Грубый отбор тут и желтый увидим мы. Нарушение со стороны аргентинца тянет на карточку. Да, и в руках арбитра появляется желтая карточка. Хороший вынос мяча из штрафной. Тут его прижимают, не дают пространства. Гонсалу Игуаин. Агуэра. Баран. Буквально обокрал соперника Серхио Агуэра. Поль Погба. Мбаппе. Погба. Ну и как такому противостоять? И пробил он поворотом. Команда готовится подать угловой. Подает дым. Оливье Журу. Надо решать. Удар в штангу. Выбивает мяч игрок. Невероятное спасение. Французы будут подавать угловой. Навешивает Усман. Решил пробить. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. На бельфики. Штрафной подачи. И есть там кому сыграть. Выбит мяч и штрафной. Особых дивидендов. Часто сборные играют товарищеские матчи не в полную силу, решая свои задачи. Но не в этот раз. Как минимум победитель сегодня был настроен решительно. Да, здесь особо и говорить-то не о чем. Игра, по сути, шла в одни ворота. И класс команд, конечно, не сопоставил. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Ну что тут еще скажешь. Замечательное настроение. Замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу. А он сам пополнил свой голевой запас. Субтитры сделал DimaTorzok